всем привет мы сегодня ездили в полтаву мы одним днем утром уехали и вот буквально час назад вернулись и ну я быстренько почистил у свинюшек поуправлялся кушать поналивал понасыпал поналивал ну и думаю вам запишу вечерний ролик цыплята вывелись с утра я их сейчас забирать не буду до утра они будут сидеть здесь и знаете в каждом выводке что-то каждый в каждом выводке цыпленок какой-то по-разному то есть нет такого что там спагат или еще что-то каждый раз что-то новое я не знаю вот пять штучек вывелась вот один цыпленок замер тоже как бы я не знаю вот эти два живых но еще не проклюнулись сейчас я их буду пробивать это нужно сделать потому что эти начали выводиться но это вот вылез только что как бы этот будет нормально ходить он как бы я думаю что будет нормально ходить а этот как-то как бы не шпагат не это а сидит на заднице и лапы вытянул вперед что не так это что еще за новость такая как бы ведь не держит равновесие то есть он не держит себя от раз и вперед лапы что не так что три хорошеньких этот еще не ясный но вроде тоже будет все нормально если так на а сейчас не лапы не уедут какой этого 1 как-то вперед как у того чтобы вот со шпагатом продольным да они поперечным но должно быть все нормально я думаю вот с этим а этот не знаю сориентируется не сориентируется непонятно сейчас пробью яйца эти два секундочку вот так тут еще нет клюва даже но как бы время уже уже позднее у яйца он замер даже не проклюнувшись до замер цыпленок готовый абсолютно что не так ему короче клюв не проклюнул ну и замер все это тоже убираем а это вот так тут проклевываю тут уже тоже сейчас будет тут уже клюв воздушной камере сейчас вам покажу вот он ведь я плевать я думаю видно да вот ну короче вот так все это будет до завтра что будет то будет очень странно да из 7 штучек вывелось 4 а из 13 вывелось 5 вот 6 выведется он или нет не яйца не ясно и при том вот из хороших точно только три этот непонятный этот тоже не могу пока ничего сказать но как будет вот так гусенька сидит кушать насыпал воды налил вечером она встала поела и назад уселась умница 5 яиц ничего не добавилось но как есть вот так к этой мы не пойдем вот мои четыре кофем химчика которых я вам говорил вот они все хорошенькие ой такой вот они сейчас я уже их хвалю если где-то неделю назад я их не хвалил я вы но они выглядели худыми то сейчас я их хвалю они стали толстенькие поэтому все четверо одинаковые по весу такие кругленькие не поносит такая у них это у них такая постава необычная то есть они не как обычные цыплята стоят ровно у них так шея назад как бы и туловище не поднятая вот так немножко прям ровненько такой красивая ну вот так сейчас буду менять пеленку гусята я только что утки тоже проверял гусят нету два гусенка клюв высунули в воздушную камеру но не это не проклюнулись вот что хотел сказать слово выскочило за лавы так что так что пока еще одни сутки ну да будет сутки наверно больше гусята посидят здесь мне начали выписать андрея ты попробуешь тех четверых которые старше тоже отдать утки да попробую завтра когда этих нельзя подсунуть утки когда там еще не вылупились гусята потому что они начнут вылазить из гнезда они то уже вот старше они уже и пьют и едят и они начнут вылазить из у нее из гнезда и не дай бог она пойдет за ними и бросит яйца которые еще не вывелись поэтому они сидят пока здесь я не думаю что они забыли утку они к ней пойдут и все будет нормально ну как бы как-то так но пока сейчас еще посидят здесь сейчас им поменяю пеленку потому что нагадили капитально а я не хочу чтоб у них пузики брюшки по залипали они вот чистые пока малышей так что будем менять пеленку до молодежь молодёжь вот так вот 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 кыш Добавил субтитры DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 так что все будет нормально будут этот конечно краше, чем девчата ну девчата и растут медленнее кабанчики когда берут на мясо, часто говорят мне пожалуйста кабанчика потому что они растут лучше сейчас и вам налью вечно у вас воды нету и вам сейчас налью сейчас и насыплю и это надо сейчас помыть, секунду я как-то не обратил внимания а много из вас написали написали что даю гусятам и первое и второе и компот вот так знаете, вы пишите вот эти гусятам отдать, я попробую но они на самом деле очень большие то есть они очень большие и пойдут ли они к утке понимаете то есть они уже от нее отвыкли и даже вот эти которые были манюсенькие эти уже крупнее чем те которые вывелись я могу вам прям для сравнения взять суточного гусеночка сейчас покажу давайте возьмем гусик любой-любой-любой давай сюда оп вот так и покажу насколько во-первых он легкий то есть он как пушиночка вообще легенький во-вторых он еще не так кушает те такие уже проглоты смотрите какая разница в размере смотрите оп да то есть даже вот эти которые были прям такие бздюшечки недоростки они уже вот такие пузатые брюшка у них как бы они едят хорошо они толстенькие а это просто пушиночка то есть вроде и размером одинаковый но эти вылупились такие прям манюсенькие а эти какие уже большие да вот смотрите насколько больше ну мои хорошие но если пойдут к утке то я с удовольствием ей отдам что бы у меня не было понимаете гусята вроде одного возраста но будут гусята в одном месте вместе с уткой то есть вот эти баночки в два раза больше а так брудер будет свободной красота да да пузатки еще раз будем забираем забираю сейчас дам вы видите им корм вообще не нужен им давай зелень и при том мне нравится что мелочь пузатая начала кушать зелень это очень хороший знак значит значит у них все хорошо я про вот этих он как запихается ты шо схватил такой большой подавишься другой берег отойди отойди стараюсь резать как можно мельче встань с кормушки встань но все равно много рассыпают нужно завтра повыгребать там снизу знаете спросили а сколько уже всего гусят вместе с большими я себе в уме прикинул давайте вместе с вами посчитаем их оказывается уже много то есть 10 ходят больших по двору ну как больших подростков 6 сидит с уткой в клетке кролячей да это уже 16 5 взрослых гусы как бы это 21 и смотрите 4 здесь вот 4 и 4 вон с перепелками это 29 гусей уже как бы сейчас они к осени подрастут ну что стоите в кормушке к осени подрастут и это представьте какое стадо 29 гусей это сейчас еще 3 яйца 3 яйца выведется под уткой надеюсь что они выведутся это уже 32 то есть 3 десятка гусей представьте какое большое какое большое стадо а плюс еще гусыня сидит и в инкубаторе еще 3 живых но я не знаю выведутся они не выведутся может положить наверное с инкубатора надо подложить какой-то утке утка лучше выведет чем инкубатор так что вот так как бы ну как минимум 35 гусей 35 гусей будет это прям много это много вот так кушает траву да какие молодцы работают работают еще недельку и они будут прям ее перемалывать как это вот такие молодцы смотрите как запихаются оп 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 съел молодец молодец все закрываю и уходим сейчас этим водички тоже налью как буду уходить и все и знаете сейчас хочу похвалить перепелок сегодня они вообще молодцы как бы я считал я все не могу запомнить количество курочек которые у меня потому что надо плюсовать 4 клетки здесь здесь сегодня утром пропала перепелка которая я вам рассказывал что она такая худенькая получается здесь осталось 13 13 старушек и смотрите что они нанесли 5 10 или 14 или она снеслась и померла а может тут 14 а я наговариваю что их 13 потому что тут 14 яиц а может это какая-то снесла еще вчера ночью и сейчас снесла может так но здесь должно быть 13 старушек раз два три четыре пять шесть семь восемь десять один двенадцать тринадцать я вижу три шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать а я и 14 а вчера я 10 собрал да но скорее всего какая-то снеслась вчера поздно когда я ушел и сегодня потому что ну это прям больше чем я это чем я рассчитывал 14 штук умнюшечки в общем и там много сейчас посчитаем я вам покажу насколько много нанесли сегодня ну вот так большущие какие яйца вот посмотрите прям раздавлено потому что наверное наверное тяжело ему выкатиться тут сделали такой выкат маленький для мелкого яйца а оно большое Саймон ты с утками играешься отстань от уток вот так вон смотрите там 5 штук снесли 4 яйца это уже 18 18 все те отметаем те без разницы сколько вот эти на продажу и у меня очередь поэтому люди ждут и хорошо что тут у меня выводки 4 штучки как бы скорее всего они начали нестись первое яйцо в последний день мая снесли и вот в течение месяца вот этого скорее всего уже занеслись все полностью курочки так что теперь вот такая вот красота шнурки мои не ешь это самая вкусная еда смотрите как много смотрите 5 10 15 20 25 30 а тут 32 курочки вроде 32 надо пересчитать 30 да правильно сказал 5 10 15 20 25 30 а тут смотрите 5 10 15 20 25 32 62 яйца а здесь а здесь чуть больше 60 курочек то ли 63 то ли 64 я не могу запомнить я короче считал вроде или 65 короче аж снесли 62 яйца вообще золотушечки вот 62 я правильно наштал тут 30 а тут 32 и там 18 отстанет шнурка 62 и 18 80 яиц сегодня но те конечно без зародыша поэтому те мне не нужны а тут вот 62 а это это вчерашнее яйцо кыш ну вот так все собрал это попрошайничает опять яйцо нет не получишь яйцо хватит обойдешься смотрите ребят у меня клетки я их заказывал на на мини фермере я вам рассказывал я вам все ссылки оставлял вы мне там спрашиваете вот один ярус стоит 3600 гривен я вам об этом говорил да вот смотрите я продаю не по как бы немножко по заниженной цене инкубационное яйцо потому что моя птичка не породная ну как бы если разделить ее она будет породная но у меня сидит все подряд и топчут их только смокинговые получается что птичка не породная яйцо инкубационное стоит 5 гривен а я продаю по 4 даже продавая ну не ной даже продавая по 4 гривны яйцо вот посчитайте то есть 60 яиц несли за день первый месяц и второй яйцекладка самая интенсивная ну и третий примерно и вот смотрите даже если они несут по 60 штучек давайте даже считать по 50 это такая быстрая математика чтобы вы понимали что если у вас будет рынок сбыта а сейчас имея интернет на куча разных платформ и куча разных сайтов где можно размещать объявления продажи даже в газету можно писать короче но я думаю проблемы не будет если захотеть то все у вас получится если даже 50 яиц в день они несут то это 200 гривен по 4 гривны если держать прям породную чё ты плачешь чё ты плачешь если держать породную это 250 мне так смешно что они меня перенывают зачем вы ноете то вот считаем то что у меня получается 200 гривен в день это за месяц 6 тысяч моя клетка стоит как бы 7 тысяч вот это две штуки 7 тысяч то есть перепелки за месяц и неделю окупят клетку понимаете вот если вы продаете если вы продаете яйцо на инкубацию за первый месяц окупятся клетка а дальше ну как бы корм вы я думаю понимаете что они едят немного мы с вами уже считали это все а если держать на яйцо продавать яйцо на еду то вам не нужно держать самцов то есть в эту клетку у вас вместится немножко больше курочек ну вот на то количество сколько тут самцов вот два самца дерутся да да смотрите вот самец и вот они только что дрались о их ага смотрите горяченькая 63 правильно я говорю это 81 яйцо за сегодня красота то есть смотрите здесь сидит по 7 самцов если я все правильно помню по 7 самцов это на 7 курочек было больше бы да это плюс 10 курочек еще то есть вы бы получали не 60 яиц отсюда а 70 но я думаю повторно уже или десятый раз сколько я уже все это считал думаю не стоит так что ну вот так курочки работает работает для меня мне это все очень нравится ну вот такие вот дела брось мощь брось шнурок так что я абсолютно доволен клеткой мне очень нравится очень удобно очень легко в обслуживании я вам говорил что один раз день чищу вчера у меня не получилось почистить почистил сегодня клетки ну лотки то есть вот это так что так что вот так ну как то так ребят все 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 девчатки 13 13 а там 5 это 18 а там 65 75 83 а снесли 81 81 яйцо 2 курицы не снеслись это если я правильно курочек всех посчитал ну завтра скорее всего будет меньше а может и не будет может и не будет корм у них крутой сбалансированный мне все нравится ну вот так ладно ребят я пошел домой дорога была ну знаете в удобном кресле в машине не очень сложная но очень долгая то есть мы я провел за рулем 8 часов сегодня ну все я управился у всех почистил покормил все хорошо красота на улице опять до сих пор идут дожди так срывается временами прохладно свежо в помещении круто всем все нравится жары нету ну мне тоже все нравится все вот такие дела ладно ребят всем большое спасибо за просмотр ну и всем пока пока а дарочка не ной мне кажется это не она ныла она да ладно всем пока пока что сейчас снесется еще одна курица да или нет чтобы сегодня абсолютно ну получается вот там одна не снеслась и здесь да какая-то не снеслась вот так все всем пока пока не снеслась пока